Первая гимназия – одна из старейших школ Шымкента. Она же одна из так называемых резиновых. Школа рассчитана на 900 детей, а учатся здесь 3800. Построить дополнительное здание, чтобы разгрузить учебное заведение, возможности нет. Территория не позволяет. В руководство школы уже не первый год придется ломать голову, как разместить всех. В этом году в школе набрали 10 первых классов. Говорят, это меньше, чем обычно, но желающих учиться здесь было в разы больше. Разместить их негде. Из-за большого количества учеников стали переобрудовать под классы другие помещения. В новом учебном году, чтобы всех уместить, решено взять в аренду дополнительное здание. К большому количеству новичков сейчас готовятся и в других школах Шымкента. В другом лицее ситуацию спасла пристройка. Рассчитана она на 300 учеников. Детям больше не придется заниматься в три смены. Но как долго они смогут учиться ни в тесноте, и ни в обиде, ни ясно. Фактическое число обучающихся учеников в данный момент превышает проектную мощность школы. Поэтому пристройка у нас... Педагогический состав сильный, востребованный, поэтому, наверное, родители хотят к нам. Проблема переполненных школ возникла не за год. В городе активно возводят новые учреждения, но темпы строительства не поспевают за темпами рождаемости. В этом году вновь рекордное количество первоклассников – 28 тысяч детей. Трехсменные школы мы уже держали особо на контроле. В этом году четыре дополнительных строительства за счет государства на 300 мест именно в таких школах было построено. Поэтому мы ликвидировали, можно сказать, их стало уже пять. Через год в Шымкенте все-таки планируют избавиться от трехсменных школ. Пока педагогам рекомендовано ограничить набор в первые классы, а родителям отдавать детей в частные школы, которые работают в рамках госзаказа подушевого финансирования.